Воля-воля Славим, славим небеса Доля, доля отпустила Дарим, дарим чудеса Нарайна, Нарайяна Нарайна, Нарайяна Нарайяна, Нарайяна Нарайяна, Нарайяна Сегодня у нас в гостях необычные музыканты. Это музыканты группы Стэн Гемес, которая делает свою музыку на базе поп-индийских мелодий. Поэтому мы хотим вас и представить. Станислав Гемес и Ася Пивоварова. Доброе утро. Доброе утро и гости. Станислав, ну да простите меня, Ася. Начнем мы, пожалуй, с вас. Я прощу тебя. Очень интересно, что вы начинали совсем не музыкантом. Вы были предпринимателем, бизнесменом, деловым абсолютно человеком. И нынче все вас знают как исполнителя, как автора. В общем, расскажите. Что это, кризис? Мне показалось, почему бы не поделиться этим с миром. Ну вот как раз основа, я так понимаю, вашего музыкального стиля индийская музыка, правильно? Это World Music. Это основанная на брит-попе вместе с голливудским саундтреком. Почему индийская? Потому что я решил в первом альбоме отдать дань уважения самой древней музыкальной культуре. Ну вы знаете, прости, пожалуйста, я договорю просто, мы любим в нашей программе вешать ярлыки на все. На вешать на все уже ярлыки. В том числе на музыкальные направления. Как-то можно определить музыкальное направление, в котором вы работаете? В общем, в общем плане это World Music. То есть вы услышите очень много этно-ноток, но вы слышите также хороший брит-поп. Эта музыка, в общем-то, в мире называется как Индия, Индепенд, независимая. А я бы сказал, что это Гэмис Мьюзик, да. Мне нравится. А можно, между прочим, о Гэмис Мьюзик? Вы пишете авторскую музыку? Правильно. А каверы? Нет. То есть вы работаете только на авторском? Мне нравится. Мне кажется, мы безграничны в своих возможностях. Зачем кого-то повторять, если можно выразить себя, как его есть? Но свой первый альбом, мы знаем, вы назвали «Зов древней любви». Объясните нам, почему именно такое название решили выбрать? Потому что, когда я объездил очень много стран, я понял, что на каком-то уровне мы все люди одинаковые. И нас что-то объединяет всех одно. Я понял, что это любовь. Я назвал этот альбом «Зов древней любви», то, что объединяет нас всех, как людей. Ась, ну давайте все-таки с вами поговорим, а то мы все со Станиславом, да, с ним. Давайте поговорим с вами о любви. Как вам «Зов древней любви»? Ну, «Зов древней любви» уже со мной с 2011 года. Мы очень интересно познакомились. Стас, помимо того, что он предприниматель и успешный, как мы уже сейчас видим, артист, он еще преподает очень классные курсы социальные, которые связаны с йогой, с дыханием, с каким-то очень правильным настроением хорошим, да. Эти курсы называются «Счастье». Я, собственно, пришла туда, к Стасу, как на курс йоги, ну, условно так это называется. И стала счастлива? Да! А у меня не было музыкантов. Я думал, где же надо набрать вот хороших? И они прям пришли ко мне. Друзья, обращаю ваше внимание, чтобы набрать музыкантов, надо вести курсы йоги. Это очень просто. Ну, или чтобы стать музыкантом, нужно вести на курс йоги. Ну что ж, я тогда предлагаю послушать нам всем еще одну композицию. Давайте сделаем это прямо сейчас. Так странно выбирать дороги в судьбе. Так странно обнаружить Бога в самой себе. Не зная правил вычислять все то, что загадала жизнь. Не осуждай меня, а просто улыбнись. Так странно не заметить чьих-то недобрых слов. Так странно засыпая ночью, не видеть снов. Не думать ни о чем, молчать туманом, раствориться в тишине весь мир в тебе. Не забудь, кто ты есть. Не забудь, зачем ты здесь? Не забудь, кто ты есть. Не забудь. Мне так странно принимать себя такой. Необычно осознавать внутри покой. Забыть про сомненья, ловить вдохновенье, дышать, любить. Не забудь, кто ты есть. Не забудь, зачем ты здесь? Не забудь, кто ты есть. Не забудь. Не забудь, кто ты здесь? Не забудь. Не забудь, кто ты есть, не забудь. Зачем ты здесь? Не забудь, кто ты есть, не забудь. Не забудь, кто ты есть, не забудь.